Пандемия внесла коррективы в наши маршруты путешествий. Возникла идея объехать вокруг Ладожского озера. Преодолев 98 километров, прибываем в Шлистельбург. Рядом с пристанью много парковочных мест. Садимся на паром. Проверка температуры, маски и перчатки в селе. Накрапывает дождь. Крепость Орешек основана новгородским князем Юрием Даниловичем в 1323 году на Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озера. Взятие крепости Орешек послужило началом победы в Северной войне. По приказу Петра I в памяти об этом важном событии была выбита медаль с надписью «Был у неприятеля 90 лет». В смысле у шведов. По форме крепость Орешек построена в виде вытянутого многоугольника с семью башнями. Головиной, Государевой, Королевской, Флажной, Головкиной, Меньшиковой и Безымянной. Все башни, кроме Государевой, круглые. Высотой 14-16 метров и толщиной в 4,5 метра. В XVI-XX веках Шельсельбург потерял свое стратегическое значение и превратился в тюрьму для особо опасных преступников, каковыми считали самых разных людей. Здесь побывали в заключении такие известные личности, как первая жена Петра Великого Евдокия Лопухина и император Иоанн VI, Иоанн Антонович, казненный здесь 23 года, а также декабристы, народовольцы, эсеры и поляки, боровшиеся за освобождение Польши. В стенах цитадели был казнен брат Ленина Александр Ульянов. Во время Великой Отечественной в течение 500 дней гарнизон оборонял крепость от немецких войск, которым так не удалось переправиться на правый берег Невы и замкнуть кольцо в локады. В целом история у крепости мрачная и жуткая. Впрочем, как у большинства средневековых крепостей. Погода начала налаживаться. Выглянулось солнце и все преобразилось. На берегу стоят кафе-палатки, рядом мангалы, шашлык, рыбка. Очень ароматно. После крепости быстрый осмотр экспозиции корабельных орудий и мин. На детальный осмотр города времени уже нет. Надо двигаться дальше. Едем в Ладейное поле. А это почти в 360 километрах. Почти 4 часа езды. На трассе Кула идет реконструкция. Попадаем в зарядную пробку. По дороге заезжаем на рыбный рынок в Юшково. Много вкусной копченой рыбы. Цены не отличаются гуманностью. Въезжаем в Ладейное поле. Город основан в 1702 году. Отель дешевый, зато в центре. С балконом. И очень странным партием. Хорошая завязка для триллера. Но все закончилось хорошо. Напротив нашего номера квартируется компартия. Идем в парк с вирской победой. Очень живописно. На берегу, на закате просто благорастворение наступает. Утром небольшая прогулка и мысль, что городок-то и ничего. Даже театральный центр имеется. Выезжаем по маршруту Аланец-Петкеранта-Сартовала. Около 250 километров. Об этом в следующей серии. Продолжаем путешествие вокруг Ладоги. Впереди разводной мост через Свирь. Мост протяженностью более 200 метров построен в 1972 году. Он имеет лифтовую конструкцию, придут для прохода судов. Вот официальный въезд в Карелию. Покидаем Мурманскую трассу, поворачивая в Аланец. Название образовано от названия реки Алонка. Возможно, от финского Аланка-Низина. Или древневепского Алмус-Низина. Нормативное ударение в русском языке на вторую гласную – Алонец. Однако ударение на последнюю гласную – Аланец – распространено, присутствует в словарях и допустимо. Маленький Аланец, он же Алонец – старейшее поселение Карелии. Поскольку город впервые упоминается в 1137 году в летописях, а на начало XVIII века вообще был единственным торговым, военным и административным центром Карелии, то совершенно невозможно понять, как древний и богатый Аланец умудрился растерять почти все исторические памятники. Красоту и мощь Алонской крепости можно попытаться почувствовать в Национальном музее Карелов-Ливиков. Там выставлен ее макет. Аланецкая крепость сгорела в пожаре 1741 года, была разобрана и более не возобновлялась. Музей очень домашний. Цена символическая – 60 рублей. Смотрители очень добрые. Несколько помещений с предметами быта от разных сословий. Выставка карельских умельцев и художников и милая выставка новогодних игрушек. С 1828 года архитектурные и духовные доминанты города, а также его самого фотогеничного объекта, играет церковь – Смоленская икона Божьей Матери, расположенная на острове в месте слияния рек Алонки и Мегреги. Место очень красивое, особенно в сочетании с подвесными мостами. Двигаемся в сторону Сартовала. Почти по берегу Ладожского озера. Места потрясающе красивые. Пропадает побильная связь. Народу очень мало. Но что поражает, что даже в таких пейзажах наши люди умудряются устроить помойку. Это просто удручает. Как и дорога от Таланца до Петкеранта. Хотя надеюсь, что это исправится, так как во многих местах идут ремонтные работы и настоящая реконструкция трассы. Поэтому постоянно меняются предупредительные знаки. Аварийно-опасный участок меняется на дорожные работы. Наоборот. Аварийно-пейзаж. Пока. Наоборот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наконец, мы в Сартовало. Роги в центре еще хуже, чем на окраине. Город состоит из двух частей, разделенных заливом. В южной плане находятся вокзалы и предместия, в северной части – исторические центры и пристани, откуда начинается водный маршрут на Валаан. Две части города соединяет Карельский мост, который был в свое время самым длинным в Финляндии. Название Сартовало – почти калька со шведского Сордовала. Первое поселение тут возникло в XII веке, но его быстро уничтожили шведы. В русских источниках место упоминается как Сердовольско-Никольский погост в 1500 году. Как городское поселение, Сартовало основано шведами в 1632 году. Во время Северной войны город был сильно разрушен. Вновь Сартовало получил статус города только в 1783-м от императрицы Екатерины II Великой. Правда, город был переименован в Сердобль и носил это имя до 1918 года, когда Финляндия отделилась от России, и город снова стал финским. После Советско-финской войны 1939-1940-х годов Сартовало отошла к СССР. После ночевки в забавном мини-отеле Ярве гуляем по городу. Круг 전его nick Всё? Какой говорил? Сартовало pus. Сартовало пом disparлику, В этом мире мире не останется, черного рукавой. будешь готовить самое, EE solarия. Кäus Fish. Большое впечатление производит музей Кранида Гоголева. Выдающаяся личность, профессиональный художник, работавший в уникальной манере, известен на весь мир. Основная часть произведений, находящихся в экспозиции, скульптурный рельеф в дереве. Материал в основном липа, но есть множество других из разных мест планеты. Работы находятся в разных музеях, коллекциях по всему миру. Умер в 2013 году, фондом занимается дочь. Место обязательно для просмотра. Далее едем в горный парк Рускеала и к водопадам. Затем Петрозаводск, где еще одна ночевка. Это будет в третьей серии. Выезжаем из Сартовала в горный парк Рускеала. До него 35 километров. По дороге остановка у водопада Ахвен-Оски на реке Тохмайоки. От горного парка до водопада всего 4,5 километра. Ахвен-Коски – самый большой водопад из каскада четырех равнинных водопадов, которые вместе называются Рускеальскими. Сартовала в борorry в углу… Ахвен-Коскорной водопады Сартовалливей province Дет particularly ресурса, но ими реки. Отрезала в совет. Продолжение следует... Название водопада – финское слово, обозначающее окуневый порог, или по другой версии – пороги водяного. Здесь, рядом с водопадом Ахвенкоски, в 1972 году проходили съемки нескольких сцен легендарного советского фильма «О зоре здесь тихий». Едем в довольно новую достопримечательность Карелии – горный парк Рускеала. Когда-то карьер для добычи мрамора, которым облицованы многие статусные здания Петербурга – от Исаакиевского собора до Ладожского вокзала. Сейчас это некий корейский Диснейленд с аттракционами, экстремальными развлечениями, едой, ретро-поездом, ландшафтной подсветкой и музыкальными мероприятиями на удивительном пленэре. Диснейленд с аттракционами – от Исаакиевского собора. Когда монтировал этот фильм, заинтересовался вопросом – а кто этот горный король, владелец парка? История просто удивительная для нынешних времен. Кратко расскажу. Основатель Александр Артемьев, в 14 лет убежавший из дома в Мурманске. В конце перестройки перебрался в Финляндию, учился и работал. В начале 90-х поставил ларек на границе с картошкой фри. Занимался мелким бизнесом. В 98-м году встретил местного краеведа, друга Тестя, который влёк горным парком. Здесь была техногенная свалка, брошенная воинская часть, завалы техники и мазута. Авантюрист взял в аренду свалку на год. Затем придумали концепцию. И в 2001 году начали вывозить мусор. В 2005-м открыли тропу, часть Штоллин. Запустили лодки в затопленный карьер. Кстати, на дне там масса артефактов техники разного времени. Появились желающие отобрать парк. Удалось добиться от главы Карелии особого статуса, туристического кластера. Затем война с владельцами пустяковых гаражей. За последние просили 16 миллионов отступлений. Короче, сейчас это большой холдинг, который добился от РЖД восстановления железнодорожной ветки к частному объекту. Сейчас там ходит ретро-поезд, который состыкован с «Ласточкой» из Петербурга. Парк расширяется, вокруг идёт работа по освоению новых территорий. В общем, молодца. Хотя надо признать, что всё очень недешево. Ну, объясни. Парк отличный. Парк отличный. Заключительный этап. Путешествие Роскеала-Приозерск. Где будет ночлег и переезд в Петербург с остановками для ловли грибов и ягод. Эпидемически историческая справка по Приозерску. Первые упоминания об укреплённом поселении на этом месте нынешнего города относятся к 1295 году. В русской хронике оно называлось Карелла. Шведская кексгольм. С 14 века по 1611 год город известен как Карелла. В 41-44 годах во время Советской Финской войны город был занят войсками Финляндии и стал называться Кеоксальми. В 1944-м город вторично отошёл Советскому Союзу и в 48-м был переименован в Приозерск. Вот и конец путешествия. Карелия не впервые, но любое путешествие это что-то новое. Особенно так красиво закруглённое. Вокруг Ладоги. Субтитры создавал DimaTorzok